Всем привет! Рада приветствовать всех на своем канале. Не забывайте, пожалуйста, подписываться, нажимать на колокольчик, ставить лайки и писать комментарии. А мы начинаем. Вот-вот уже Новый год, а мои ноготки еще не готовы. Им уже почти 3 месяца, поэтому им срочно нужна коррекция. Твердосплавной фрезой я снимаю все предыдущее покрытие до тонкой подложки, но указатель на пальце у меня была отслойка, так как я его очень сильно ударила и он очень отрос. Апельсинная палочка отодвинула кутикулу, пилочкой 180 грит, приступаю к опилу, убираю весь глянцевый слой с отросшей части ноготка, приподнимаю чешуйки, убираю все неровности после фрезы и приступаю к коррекции формы, у меня будет миндаль. Теперь фрезой пламя прочищаю все подкутикульное пространство и боковые валики. Тереги у меня много, поэтому нужно хорошо все проработать. Переворачиваю ноготок и поднимаю кутикулу для лучшего среза ножничками. Кутикулу буду срезать ножничками от Stalix. Они ручной заточки и хорошо справляются с своей работой. Затем фрезой шар большого диаметра буду зашлифовывать срез после ножничек. Иногда для этих целей я беру и карбид-силиконовый шлифовщик. Мастера, напишите просто в комментариях, чем больше нравится пользоваться вам. Хорошо прорабатываю всю кутикулу. Затем убираю всю пыль влажной салфеткой, обезжириваю, дегидрирую, покрываю ноготки праймером без липкого слоя, жду 1 минуту. Затем наношу каучуковую базу тонким слоем, просушиваю в лампе 30 секунд. Убираю липкий слой и буду средний ноготок укреплять камуфлирующим гелем. Промазываю гелем ноготок тонким слоем, затем ставлю капельку побольше и распределяю по ноготку. Помогаю себе маленькой кисточкой и также переворачиваю ноготок, центрирую каплю и просушиваю в лампе 1 минуту. Затем в два тонких слоя наношу цветное покрытие, это темно-зеленый гель-лак с мелким шиммером. Перекрываю средний ноготок топом без липкого слоя, а на указательный ноготок в один тонкий слой наношу цветной гель-лак. Просушиваю 1 минуту, затем беру вот такие разноцветные блестки разных размеров, наношу их около кутикулы и немного подрастушевываю к центру. Затем беру молочный ботл-гель и делаю укрепляющий слой. Выравниваю и просушиваю в лампе 1 минуту. Убираю липкий слой и буду клеить слайдер на липкой основе с текстом. По краю слайдера я пройдусь праймером, чтобы подрастворить контур слайдера. Потом каучуковой базой перекрою ноготок тонким слоем и на непросушенную базу нанесу слайдер с Дедом Морозом. Просушиваю в лампе 1 минуту и затем немного выравнивающим слоем нанесу ту же каучуковую базу на ноготок для того, чтобы хорошо держались наши слайдеры. Просушиваю в лампе 1 минуту и перекрываю и этот ноготок топом без липкого слоя, выравнивающим слоем. Поставить дизайн и в таком виде, но я решила немного доработать. Беру белую гель-краски, прорисовываю ей мех на шапочке у Деда Мороза и курточки и ставлю немного снега на буквы. Затем прозрачной акриловой пудрой, смешанной с блеском, посыпаю все это. Просушиваю в лампе 1 минуту и стряхиваю все лишнее. И вот такой дизайн у нас получился. Напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам такой дизайн.